На стримах один из самых популярных вопросов от новичков по билдам в Path of Exile касается сборок персонажей, которые обладают очень высокой выживаемостью и прощают большинство ошибок. С вами Кардев и сегодня мы поговорим об одном таком живучем билде. Да, на самом деле это проблема. Если я давно играю в пои и знаком с механикой большинства боссов, то смогу избежать их способностей, то есть танковать все на свете не требуется, но у новичков такого преимущества нет. К тому же опытный игрок знает, что в пои очень важно двигаться, скорость перемещения очень сказывается на живучести. Но многие игроки не привыкли к такому геймплею и хотели бы играть билдом, который может стоять на месте и впитывать урон. Кустот, один из членов нашего сообщества, согласился поделиться описанием билда Лиги Кража. Это вождь с использованием комбинации умений мечепад и взрыв клинков. Это очень мощная связка двух умений, одинаково хорошо справляющаяся как с зачисткой, так и с убийством боссов. Вы сотворяете способность мечепад, оставляя на земле множество лезвий, а затем взрываете их, нанося внушительный урон огнем. Билд выносит весь контент, включая убербоссов, при этом обладает очень хорошей выживаемостью. Сам автор оценивает плюсы и минусы билда следующим образом. В первую очередь плюсы это выживаемость. В кражах можно бегать по любому полу, минам, через лазеры и все переживем. Также мы переживаем большинство слэмов и опасных атак боссов. Это довольно бюджетный билд, хороший стартер, но придется пострадать на сюжетке до примерно 50 уровня в процессе прокачки. Билд не требует сходу больших вложений, можно развиваться постепенно. Подходит для новичков, в том числе и из выживаемости, как я уже сказал, прощает много ошибок. Фармит весь контент, Сирус на восьмом пробуждении, Убер древний, Кортекс, Катарина, все что угодно. Но естественно на эндгейм нужны будут вложения. При этом у билда есть несколько минусов, он довольно медленный в плане бега, если мувмент скиллы на киде и без фласки, то мы практически не двигаемся. Для нанесения урона вам также нужно будет нажимать две кнопки, не все к такому привыкли, но после пары часов игры привыкается и не ощущается в дальнейшем. Ну по модам карты мы не любим элементальный рефлект, такие карты мы просто игнорируем. Также лучше избегать запрета регенерации мана и здоровья. В описании видео будет пошаговое дерево пассивных умений для прокачки персонажа. Стартуем мы дикарем, для левлинга используем какие-то огненные умения на ваш выбор. Подойдет магмовый удар, тотем священного огня, огненный шар, то есть любые умения, которые сочетаются с вашим стилем игры. Для передвижения сразу же используем огненный рывок. Желательно использовать щит и какое-то одноручное оружие, жезл либо скипетр. В первом лабиринте для повышения выживаемости берем валака, создает заряды выносливости, у нас их станет 4, каждый дает 4% сопротивления и снижение физического урона, то есть в сумме будет 16%. Во втором лабиринте продолжаем укрепляться и берем тассалию, даст много сопротивления огню и регенерацию здоровья, что не позволит нам умирать на сюжетке и терять время. В третьем и четвертом лабиринте берем гамаку и хинекору для разгона всего урона. Но в процессе левлинга для резервации мана используем ясность ума, прокачиваем дуб хотя бы 5 уровня, также можно использовать вестник пепла и вестник чистоты. В дальнейшем можно добавить мехаботов для большего урона, либо камень и плоти для большей выживаемости. На 49 уровне одеваем перчатки знак змея, в них размещаем комбинацию камней умений мечепат, высвобождение, боевой раш и каскад чар, дает нам петелин к связку и положительный эффект буйства. Боевой раш в дальнейшем меняем на камень воспламенения для повышения урона, самая большая сложность здесь будет это покрасить гнезда в этих перчатках нужный цвет, так как по умолчанию вам чаще всего будут попадаться красные и зеленые. Саппорт связка камней на получение урона, это сотворение чар при получении урона к ВДТ, призыв к бессмертию, волна осуждения и увеличение длительности. В плане передвижения, как я уже сказал, мы используем огненный рывок, клич стойкости ставим на левую кнопку мыши для того, чтобы создавать заряды выносливости и восстанавливать здоровье. Все это линкуем со вторым дыханием, также в этой связке у нас праведный огонь ваал, включаем для повышения урона в соло-таргет. Для получения укрепления используем расчетливый удар вместе с уникальным самоцветом бдения, на 30 секунд дает нам укрепление, которое снижает входящий урон на 20%, просто иногда не забываем бить. Хорошей начальной броней для нас будет стеганный труп, в дальнейшем меняем уже на редкую нательную броню, желательно с двумя влияниями, а что-то вроде этого. Основная связка камней это взрыв клинков, контролируемое разрушение, интенсивность, концентрация стихий, пронизывающий жар и последним камнем, здесь уже шестым линком, используем вдохновение. Суть взрыва клинков в том, чтобы максимально разогнать его урон и область действия, для того, чтобы взрывы накладывались друг на друга. По кластерам здесь у вас есть некая свобода, в данной сборке используется один кластер, благодаря которому мы ослепляем и добиваем противников. На ботинках нас интересует стандартный набор характеристик в виде здоровья, скорости бега, ловкости и сопротивлений. Важно получить зачарование лабиринта на регенерацию маны. Перчатки змея со временем меняем на редкие, можно с влиянием, с дополнительным зарядом ярости или добиванием. Также ищем защитные характеристики, можно найти перчатки с карабтом на проклятие при попадании. Что касается бижутерии, кольца и амулет желательно искать с ловкостью, так как в билде ее надо много. Не лишними будет регенерация маны и скорость отворения чар. На амулет наносим маслом свойство колдовская скорость, так как у нас есть кап блока, даст очень много урона. Одно кольцо ищем с синтезированным свойством на колдовской выброс, крафтим его сущностью истерии, для получения дополнительного урона. Второе кольцо используем встроенным проклятием горючести. В идеале нам нужен амулет с двумя влияниями, что-то вроде подобного, но сам автор использует амулет попроще, здесь уже все зависит от вашего бюджета. Вначале мы используем уникальный пояс аковы души для повышения выживаемости. В дальнейшем меняем его на темные тиски с самоцветом бездны, на котором желательно получить максимум физического урона чарами. Шлем желательно использовать под влиянием древнего, стройным камнем концентрация стихии, можно также получить на нем добавленный физический урон к чарам. Лучшим зачарованием лабиринта для нас является увеличенная на 24% область действия взрыва клинков. На дереве мы используем несколько уникальных самоцветов, отличным выбором для нас станет синий кошмар, уникальный самоцвет чаюлы, повышает шанс блока чар и позволяет чаще триггерить перегрузку стихии за счет зарядов энергии. С помощью уникального самоцвета озарения мы экономим очки на дереве и берем отличные ноды на усиление персонажа. Ну и главный самоцвет на выживаемой здесь это джелл легиона блистательная тщеславия для получения ключевого умения божественная плоть. 50% входящего урона от стихий становится уроном от хаоса, при этом вам нужно будет вложиться в сопротивление хаоса само собой. В итоге наши сопротивления будут выглядеть примерно как-то так. Для этапа прокачки отличным выбором оружие станет уникальный костет лапка Сибеллы, дает много урона за счет капа блока, плюс меч и пад наносит очень частые удары спеллами, что даст поддержание здоровья. Далее ищем скипетры под влиянием вождя с набором определенных полезных модов. Сам автор билда использует вот такой вариант. Поначалу в качестве щита можно использовать что-то простенькое. Далее уже ищем щит с лучшим набором характеристик выживаемости, важным будет восстановление здоровья при блоке. Также здорово выглядят свойства на снижение резервации маны, но все упирается в ваш бюджет. Полезными атрибутами также могут стать скорость сотворения чар и плюс один уровень камней физических чар. Тут можно использовать два уникальных флакона, хорошим выбором станут мудрый дуб и урноглотатели пепла, с ними у нас будет больше урона. Но остальные флаконы это гибридный на восстановление здоровья маны, также ртутный для перебежек и гранитный для получения дополнительной защиты. Если у вас остались дополнительные вопросы по этому билду, задавайте их в комментариях под этим видео, на них постарается ответить сам автор. Спасибо за просмотр этого видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Кардив, увидимся на трансляциях, пока! Субтитры сделал DimaTorzok